мы ожидали что что-то будет мы уже привыкли последние годы что какие-то ограничения санкции нас постоянно и в спорте и из команды россии видите что постоянно происходит последних несколько лет поэтому для нас было это ожидаемо но все-таки не так жестко как это на самом деле произошло мы все-таки думали что до такого не дойдет чтоб исключить полностью ограничить поэтому на сегодняшний день действительно мы думаем как жить дальше сегодня делегация спортивной общественности выезжает в москву мы встречаемся с нашими коллегами значит по видам спорта будем обсуждать как жить дальше как выстраивать какой-то календарь значит чтобы наши спортсмены не должны останавливаться поэтому я думаю что какое-то понимание уже вот за несколько за два дня мы найдем ну живой пример прямо сейчас да это соревнование по биатлону в россии где в общем-то наши спортсмены показать очень хорошие результаты политики сейчас очень многие говорят о том что формируется центр силы такой новый большая евразия может ли это случится спорте может ли получиться чемпионат евразии вы знаете это тоже обсуждается и наверное все будет зависеть от того как себя в дальнейшем будет вести международный олимпийский комитет федерации потому что конечно мы не будем останавливаться и будем думать как дальше развиваться нам просто нельзя останавливаться потому что наши спортсмены должны постоянно быть движение постоянно готовится будем общаться с нашими в первую очередь российскими коллегами какие у них видения будут если захотят подтянуться к нашим мыслим и это что мы хотим создать вместе с россией тот же китай тоже казахстан те же все кто угодно на сегодняшний день поэтому я думаю что к этому будем будем готовы и может получиться еще в общем-то не хуже фактически каждая олимпиада сопровождалась теми или иными мерами в отношении каких-то стран именно по политическим мотивам чем в общем то нарушается олимпийская хартия но об этом как-то мало кто говорит но она действительно нарушается то есть основополагающий документ который по которому должны жить все участники этого движения вот то что сейчас происходит может ли это привести к какому-то самоочищению что ли международного олимпийского комитета в том числе пересмотр взглядов чтобы действительно спорту вне вне политики ну вы видите получается так что не то что вне политика в полностью политики все и все эти решения именно зависят от политических ситуаций которые сегодня есть мире поэтому как преподносится все эти вещи посмотрите никто же не ссылается ни на хартию ни на что все все идет вот все решения даже паралимпийцев сейчас наших отстранили уже будучи там хотя за день до этого допустили ну придумываются же версии какие-то для безопасности спортсменов команда украины прилетела то есть какая опасность каковую опасность наши спортсмены могут нести для команды украины но это полная глупость ну вот такие понимаете находятся именно тонкости чтобы вот как-то это все отодвигать и показывать что все таки мы не вне политики хотя на самом деле мы все понимаем что это все в политике и все делается именно из политических материалов хорошо как должен быть устроен тоже международный олимпийский комитет чтобы все-таки иметь возможность проведения самостоятельной политики своей спортивной чтобы не быть подверженным решением политических лидеров каких-либо стран либо блоков ну видите тут по моему олимпийской харти все четко написано и понятно но почему-то они отступают от нее и видимо кто платит деньги больше деньги кто-то зависим наверное поэтому так и происходит самое главное наверное да вы правы не потерять спортсменов не сбить их с ритма подготовки беларусь и какие меры уже предприняла и будет предпринимать того чтобы уровень наших спортсменов не падал как минимум держался на том же а может быть даже и рос ну я хочу сказать что на сегодняшний день уровень тех же чемпионатов мира и европы без россии и без нашей страны по многим видам спорта будет выглядеть вообще очень скудновато даже взять тот же биатлон если на сегодняшний день вы видите на наша динара лимбекова сегодня шла 2 зачете кубка нации и ей не дали просто возможности доучаствовать в этих трех этапах это конечно на к этому стремилась и она очень переживает что не получилось закончить этот сезон а может закончить вообще с победой кто его знает как она сложилась потому что сейчас вы видите на чемпионате как вы сказали они выступают очень достойно и команда россии это тоже не слабая команда которая на олимпиаде была с медалями на в пекине поэтому мы будем делать все и на сегодняшний день останавливаемся мы работаем пока в плановом режиме мы не остановили ни один сбор все вы видите вот сейчас подготовка вся идет что по летним видам что по зимним видам мы готовимся ну вот я думаю что этой поездки которая будет сейчас и за ней будет совместная коллегия минспорта россии с нашим там уже будет окончательно принято какое-то решение куда мы будем готовиться как мы будем выступать ну и какой период это все-таки займет а что говорят в кулуарах ведь знаете как бывает люди которые говорят лозунгами это одно люди которые делают дело это немножко другое и отношения другие вы знаете олимпийская семья она все-таки не где-то понять не искать или не такая политичная большей степени общались мы нормально я хочу сказать мы общались очень тесной и очень много с командой украины с их руководством и с их представителями посещали вместе и биатлоны и на хоккей встречались на финале с российской федерации нас тоже очень хорошие отношения мы пересекались ну и и и остальные не только там и они про постсоветские страны и даже все радовали за нас поздравляли там когда смольский завоевал медаль подходили буквально все кто были что для них это было тоже как бы антон так выстрелил конечно мы ожидали от него этого но все-таки на жизнь очень больше надежда было поэтому нету какой-то вот такой злобы или там какое-то отношение чтобы кто-то отвернулся или как не было такого мы даже вот с чехом общались вице-президентом федерации объем ему задал вопрос зачем у нас лишили чем это покупка мира мы к этому так шли мы привели два чемпионата спасли вас когда не было снега нигде да вы благодарили этот нам писали значит благодарны за проведение предложили чемпионат мира который потом тоже лишили нас на двадцать пятый год но он опустил глаза сказал извините это политика вот и все поэтому все понятно это это звучит из их уст вот когда наедине общаешься то есть все становится понятно но есть примеры того как многие страны ну либо не участвовали в олимпиадах либо участвовали их спортсмены но не под национальным флагом взять тот же китай пять олимпиад китайская команда не участвовала в олимпиаде принципы и глядя на то как выступают сейчас китайские спортсмены но не сказать что они что-то потеряли в плане развития спорта вы знаете что касается китая на сегодняшний день на чемпионате китая призовые выше чем на олимпиаде то есть у них попасть национальную команду китая это первоочередная задача и к чему они стремятся и готовы выложиться полностью то что они на сегодняшний день можно даже на олимпиадах не всегда показывают они показывают на чемпионате китая уровень чемпионата китая очень высокий Возможен ли, на ваш взгляд, какой-то механизм страховки, что ли, от того, чтобы спортивные организации, особенно международные, которые имеют весы в мире, такие как МОК, Международная Федерация, каким-то образом были ограничены от давления политиков? К сожалению, наверное, в нашем мире это уже невозможно. Все равно все зависит, наверное, от той ситуации, которая в мире складывается, и есть те, кто диктует свои условия, поэтому, наверное, все-таки это очень сложно делать на сегодняшний день. Как человек, который спорт не первый день и бывал на Олимпиадах, и занимал большие руководящие посты в Министерстве спорта, да и сейчас, собственно, руководитель Центром подготовки по олимпийским видам спорта зимним, ваше личное видение, как может развиваться ситуация и что будет через год-два? Я надеюсь, что все-таки какая-то справедливость должна восторженствовать, и все-таки мы должны найти какие-то пути взаимодействия и с международными федерациями, и с Российской Федерацией, я думаю, что мы в любом случае найдем соприкосновения, и интересы будут наши учтены в их чемпионатах. Что касается игровых видов спорта, нам даже это и в большей степени интересно для развития. По остальным видам тоже мы видим, даже в тот же биатлон, которым на сегодняшний день я занимаюсь, мы на сегодняшний день уже свои предложения подготовили, хотим, чтобы у нас было несколько этапов. Как они будут называться? Ну, я думаю, что мы решение примем в ближайшее время. Несколько этапов России. То есть это будет по принципу того же этапов Кубка мира с общим зачетом. И большой биатлон приедет в раббище, который мы ждали и шли к этому. Неделю назад должен был пройти этап Кубка мира по биатлону здесь, но не состоялся. Поэтому я думаю, что наши болельщики, как и болельщики России, на сегодняшний день соскучились уже по этим. Россия давно уже отделена этапами Кубка мира, поэтому для них сегодня вы видите, как принимают наших спортсменов, как они болеют за наших ребят на сегодняшний день в Уфе. Я думаю, в Тюмени тоже будет. В Тюмени подъедет еще наши ребята. И Соло подъедет, усилит команду. Поэтому я думаю, что надо по этому пути идти, но вместе с тем не отвращиваться от того, что есть там, выждать какую-то паузу, а дальше уже по ситуации, наверное, принимать какие-то решения. Но то, что мы выстраиваем новое свое, это однозначно. Это уже не обсуждается. Это уже задача, которая будет выполнена в ближайшие, я думаю, в течение до конца месяца мы будем иметь все понимание, как мы будем дальше в нашем спорте развиваться. Ну и самое главное, чтобы спортсмены не утратили тот уровень, который они на сегодня имеют. Во многих видах спорта это очень серьезный мировой уровень. Ну и чтобы болельщик получал удовольствие от выступления своих спортсменов. Я думаю, что даже если начнем мы это с России, я думаю, что в России, могу ошибиться, там около 90 регионов, да, это представляется, 90 регионов будет участвовать, какое представительство. Если это будет на таком уровне, то я думаю, что хуже и ниже по уровню, чем чемпионат Европы или мира, это точно не будет. Вы помните, это чемпионаты Советского Союза, когда чемпион Советского Союза был сложнее стать, чем чемпиона мира. Поэтому я думаю, что мы к этому и вернемся. А вероятность того, что, допустим, появится открытый чемпионат России или открытый чемпионат Союзного государства Белоруссии и России? Ну, я думаю, будет или какое-то общее название. Либо это будут, да, открытые чемпионаты России и Белоруссии с возможностью участвовать. Мы, я думаю, что будем допускать всех желающих участников. На сегодняшний день уже буквально, по-моему, вчера или позавчера несколько стран изъявили желание допускать нашу команду по художественной гимнастике. Там, по-моему, стран 5 или больше готовы видеть их на своих соревнованиях, несмотря на все запреты и все остальное. Поэтому и по остальным видам такое же движение тоже есть. Все хотят видеть лучших на сегодняшний день, да, на своих соревнованиях. Если они сегодня есть у нас, есть в команде России, я думаю, что многие страны будут заинтересованы. И пускай не на чемпионат мира, но на свои три чемпионаты они будут точно приглашать. Ну, а для этого нужно развивать спорт внутри и сделать свой чемпионат. Свои чемпионаты по разным видам спорта сильными, чтобы было как в Советском Союзе. Да, да, свои чемпионаты надо развивать. И вот, если вы видели, две недели назад мы провели здесь соревнования с хорошими призовыми. Собрали лучших детей, юниоров, молодежь по биатлону и лыжным гонкам. Соревнования прошли на уровне, я хочу сказать, наверное, как чемпионат Европы. Здесь было все сделано максимально. И телевидение, и съемки, и зрителей было полные трибуны. Поэтому сейчас задача стоит, чтобы все соревнования, наши чемпионаты, наши первенства детские, статус им поднять. Чтобы показать, что и для детей это будет, понимаете, они будут участвовать и будут стремиться, потому что будут понимать, что их видят все. Чтобы родители участвовали, присутствовали на трибунах. Чтобы это в стране показывалось. Статус наших чемпионатов и наших первенств надо поднимать. И это будет один из первых шагов, чтобы показать, что у нас есть на сегодняшний день. Удачи вам в этом деле. Будем смотреть за тем, как это будет происходить. Ну и болеть, естественно, за наши спасмены. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.